В этот день, 4 апреля 1558 года, купец Аникей Строганов получил от государя Ивана Грозного гигантские владения по реке Ками. 4 апреля 1606 года в монахи был пострижен Симеон Бигбулатович. За 30 лет до того этот человек был посажен на московский трон царем Иваном IV Грозным. Спустя год он также и развенчал Симеона Бигбулатовича. 4 апреля 1719 года началось строительство Ладожского канала, который стал крупнейшим гидротехническим сооружением XVIII века. 4 апреля 1862 года в Санкт-Петербурге была открыта первая ремесленная школа. В этот день, 4 апреля, родились Юрий Герман, советский писатель, автор известного исторического романа «Россия молодая». Кинорежиссер Андрей Тарковский. В 1972 году на Каннском кинофестивале за фильм «Солярис» Тарковский получил серебряную пальмовую ветвь. По воспоминаниям Андрея Тарковского, он не планировал поступать в институт кинематографии. Более того, приемная комиссия ВГИКа не хотела принимать его на пару с Василием Шукшиным, аргументируя свое мнение тем, что Шукшин – это темный человек, который не читал Толстого и вообще ничего не знает. А Тарковского не примем, потому что он все знает. Но все разрешилось наилучшим образом, и Тарковского зачислили на курс к режиссеру Михаилу Рому. Неординарность выпускника-отличника была замечена сразу после окончания института. Дипломная короткометражная картина Тарковского получила главный приз на американском фестивале студенческих фильмов. И меньше успех ждал и полнометражный фильм молодого режиссера «Иваново детство», который не только завоевал ряд престижных зарубежных кинонаград, но и определил его дальнейшее творческое направление. В то же время сам автор был недоволен своим дебютом, утверждая, что создал на экране чрезмерный символизм. Она некоторые эпизоды не может смотреть, не опустив глаз из-за нарочитой выразительности. Между тем зрители увидели в главном герое картины нечто большее, чем заметил ее создатель. Подавленная, разбитая нежность живет в каждом кадре. Тарковский окружает ею Ивана. «Настоящей наградой Тарковскому должен стать не золотой лев, а интерес, возможно, полемический к его фильму у тех, кто борется за освобождение человека и против войны», так написал французский философ Жан-Поль Сартр. Поисками философского и жизненного смысла занимался и Тарковский. «Сталкер» — экранизация романов «Братьев Стругацких», наполненная анализом этических проблем всего человечества, а потом «Солярис» — привлекли к себе внимание многих почитателей авторского кино. Одним из самых известных фильмов талантливого режиссера стала религиозная историческая драма «Андрей Рублев», описывавшая жизнь Руси XV века глазами монаха-иконописца. «Если Тарковский смог снять такой фильм, значит, Довженко и Эйзенштейн нашли себе достойного преемника», — так писала французская пресса. Но в отличие от западной европейской общественности, которая включила Рублева в сотню лучших мировых киношедевров, Госкино не скупилось на ядовитую критику. Фильм был купирован и долгое время лежал на полке. С пометкой «Антиисторический» и «Антирусский», сделаны по западным стандартам. Рядовой зритель увидел Рублева уже в годы перестройки и после смерти режиссера картины. Свои последние годы жизни Тарковский провел в Европе, куда уехал для работы над своим последним фильмом «Ностальгия», утверждая «Я не могу жить в России, и здесь я тоже не могу жить». Он с грустью писал своему отцу. «Может быть, ты не подсчитывал, но ведь я из 20 с лишним лет работы в кино около 15-ти был безнадежно, безработным. Госкино не хотело, чтобы я работал». При этом Тарковский всегда четко знал для себя, как нужно снимать. В отличие от актеров, которые порой не понимали философской установки режиссеры и требовали объяснить Постаниславскому, как им нужно играть в кадре. «Мой долг как художника донести до зрителя то, как я, именно я, воспринимаю жизнь», утверждал Тарковский. Свой долг он выполнил в семи режиссерских работах, которыми не уставали восхищаться коллеги мирового уровня. Тарковский же всем устал и отвечал, что он не гений, что даже на Западе он не чувствует себя свободным ото всех. Художник не свободен всегда. Нет более несвободных людей, чем художники. Они скованы своим даром, своей предназначенностью, служение своему дару и тем самым народу.